Цель отчетной сессии – обсудить итоги социально-экономического развития и обозначить задачи на текущий период. Первым, на что обратили внимание – демографическое состояние города и района. По итогам прошлого года было зарегистрировано рождение 2880 малышей. Полторы тысячи пар создали новые семьи. Следующая, не менее важная тема – экономика. По итогам 2019 года средняя зарплата составила более 42 тысяч рублей. На промышленных предприятиях, где заняты почти 30 тысяч человек, она достигла 58 тысяч рублей. Безусловно, главным экономическим фундаментом Нижнекамска являются крупные нефтехимические компании. По итогам прошлого года Нижнекамскому муниципальным районам отгружено 18,5% промышленной продукции. Это составляет 532,8 миллиарда рублей. Объем инвестиций в основной капитал по фактическим показателям составил чуть более 60 миллиардов рублей. По итогам прошлого года в инвестиционном интегральном рейтинге муниципальных образований Республики Татарстан наш Нижнекамский муниципальный район занял первое и второе место по привлечению инвестиций. В 2019 году на создание новых общественных пространств в городе и районе направили более 135 миллионов рублей. Так была обустроена 21 детская площадка. Еще 10 современных детских игровых комплексов появились при поддержке депутатов Госсовета Республики Татарстан, в числе которых и генеральный директор Нижнекамск-Нефтехима Азад Бекмурзин. Если говорить об экологии, главный проект 2019 года – это второй этап реконструкции биологических очистных сооружений. На БОС была внедрена одна из лучших в Европе современных технологий очистки стоков. В общей сложности на реконструкцию Нижнекамск-Нефтехим потратил более 3 миллиардов рублей. В 2019 году завершен масштабный экологический проект акционерного общества Нижнекамск-Нефтехим – реконструкция биологических очистных сооружений. Ему, что называется, осязаем, ощущаем его результат, а точнее отсутствие запахов от биологических очистных сооружений. Еще одна тема, которая находится в зоне особого внимания – здравоохранение. По итогам 2019 года на модернизацию было потрачено 295 миллионов рублей. В рамках нацпроекта здравоохранения лечебные учреждения получили оборудование. Существенно обновился автопарк станций скорой медицинской помощи. И это еще не все. При поддержке группы компаний «Таиф» в 2019 году на базе Нижнекамской центральной районной больницы открылся современный ожоговый центр. Реализация этого масштабного современного проекта проводилась исключительно за счет средств Нижнекамск-Нефтехима. Общая стоимость, включая строительно-монтажные работы, составила более 113 миллионов рублей. Благодаря компании в отделении появились две противожоговые кровати. Стоимость каждой из них – более 5 миллионов рублей. Также в отделении теперь имеется два аппарата для искусственной вентиляции легких – перевязочный и идеализный зал. Последним словом на трибуне взял председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин. Глава парламента отметил, что Нижнекамский район за прошлый год поднялся на шестое место в рейтинге социально-экономического развития. Я хочу сказать, что в копилку успехов Республики Татарстан ваш клад, как всегда, значительен. Ибо это промышленный центр, многовекторная экономика, огромные предприятия с огромным количеством работающих людей. И от того, какая здесь атмосфера, как предпринимательские способности наших руководителей, хозяйствующих субъектов реализуются в жизни, во многом зависит и успех в целом Республики Татарстан.